Всем привет, друзья! Это вторая часть, как организовать пасеку. Поэтому, кто не смотрел первую часть, можете посмотреть первую часть, а потом перейти к этой части, чтобы понятно было, что вы хотите делать. Во второй части мы расскажем, в каких улях содержать пчел. В настоящее время рекомендуется двухкорпусная уля и уля-лежаки, которая позволяет выращивать более сильные семьи пчел и получать на 35-45% больше меда по сравнению с семьями, содержащими в обычных 12-рамочных улях с магазинами. То есть, тут они рекомендуют в то время. Сейчас пчеловоды используют, советую я всем тем, кто слушает это видео, какие уля более распространены в вашей местности. Если уля-лежаки, используйте уля-лежаки. Или точнее, какие уля вам легче всего достать и купить, чтобы они шли как бы в серийном направлении. То есть, в серийном, это поясню. Если это уля-лежаки сильно распространены. Допустим, уля-лежаки на рамку 300, высотой 300 мм. Распространены в вашей местности, значит, используйте эти уля. Если в вашей местности распространены уля, рута, вот, недодановские, на рамку 230, многокорпусные, используйте эти. Вот, потому что если вы в вашей местности, вы способны сделать эти уля сами, то у вас есть большой выбор, и у вас есть возможность сделать эти уля сами дешевле, то делайте так, как выгодно. То есть, разные уля по-разному имеют возможность. При работе с улями-слежаками вы будете иметь, так сказать, если пасека любительская, вам придется работать не так тяжело, это годится для стариков, и потому что при многокорпусных приходится снимать корпуса, нужна специальная тележка, которая смещает, и это вам будет сложнее работать. Но если вы стационарная пасека, никуда не перемещаетесь. Если вы думаете перемещаться, то лучше иметь, так сказать, улья многокорпусные. И потому что перевезти один корпус, легче поднять, поставить, а потом уже ставить на него магазины, надставки или корпуса, потому что когда перевозят пчел, они находятся, ну, особенно по весне, в одном корпусе в основном. А когда перевезли, поставили сверху надставочку, и когда мед они нанесли, или корпус нанесли, их собирают эти корпуса, увозят в первую очередь, и потом один корпус легче перемещать любому человеку, даже самому. То есть, ну, приходится работать с корпусами, с корпусами сложнее, потому что их снимать надо. Один человек справляется. С лежаками один одному человеку на стационарном месте лучше, потому что он будет вынимать по рамочке, и у него будет, так сказать, не перегружена спина, он не надорвется. С корпусами можно надорвать спину, и, как правило, пчеловоды надрываются, когда тащат один, сам корпус с медом снимает, и чуть-чуть что-то не так, раз спину подверхнуло, и все, и он уже и двигаться не может. Поэтому, друзья, делайте выбор сами, что вам лучше для здоровья, то и берите. Пока вы крепкие со здоровьем, можете работать с многокорпусными. Если у вас здоровье послабее, спина болит, вам лучше заняться с лежаками. Лежаки могут быть разных, разных размеров. На 16 рамок, на 300 можно делать, рамка на 300 додановская, на 20, на 24. Можно делать на рамку рутовскую лежаки. Тоже будут работать, и тоже это очень удобно для здоровья человека. Что еще хочу сказать? Для какой инвентарь необходим на пасеке? Для работы с пчелами необходимо иметь дымарь, с помощью которого подкуривать пчел, чтобы они не жалили во время работы. Обратили внимание, что тут говорится? Чтобы они не жалили. Поясню этот вариант. Когда вы подымели пчел, пчелы всегда набирают полный желудочек. У них имеется два желудочка. Один желудочек набирает полностью. Эта камера у них как запасная. Куда они складывают нектар или мед? На запас. Вот. И они набирают эту запасную камеру в желудочке полную. Для чего? Если у вас случится пожар, вы бежите и хватаете в первую очередь то, что самое необходимое. А что необходимое, это деньги и документы. А пчелы в первую очередь хватают мед, чтобы вылететь и потом начать строительство новых сотов, если пожар. Поэтому они сразу же перестают вас жалить. А если вы подымите, подымите рамку, посмотрите, они все головками устремились в сотики. Торчат зады в разные стороны. Когда они набрали полные животики свои, они не могут жалить. Поясняю почему. Вернее, они могут жалить только при особо сложных условиях. Если вы им наступите на голову или давите им на непосредственно сжали эту пчелу. Так она на вас кидаться не будет. Потому что, если вы покушали хорошо и думаете, вас заставляют наклоняться, дергать траву, вы говорите, нет, не могу, полный живот наклониться не могу. Точно так и пчелы сложно, так сказать, ужалить вас. Вот тут конкретно эта информация так написана. Итак, нужны лицевая сетка для предохранения лица от ужалений пчел. Стамеска для раздвигания, чистки рамок при работе улев. Ну, специальные стамесочки продаются. Для навасивания рамок необходимо иметь каток и шпора. Ну, сейчас в основном навасивают электронавасивателем. Вот, проволочка, и к этой проволочке подключается небольшое напряжение, она нагревается и впаивается в вощину. Весь этот инвентарь можно приобрести в магазине пчеловодства. Можно и имеющим в каждом областном центре или в районах торгово-заводительных пунктах. Ну, в то время было. Ну, еще можно иметь нужно более, это самые необходимые, так сказать, инструменты, и то, что вам нужно на первых порах. Если у вас достаточно денег, вам предложат очень много разных. И свитер предложат, предложат полностью, и штаны предложат, и предложат маски разного сорта, и дорогие, и дешевые, и демари разных сортов, то на первых порах вам надо накупить, как можно меньше затратиться. Ну, самое необходимое, вот что здесь надо купить. Все остальное по ходу действия. Иногда предлагают кожаные перчатки для работы с пчелами. Начинающий пчеловод, естественно, должен иметь эти перчатки, потому что он, ну, еще не имеет иммунитета, боится, переживает, как это повлияет на него. Вот, то поэтому и перчатки желательно тоже приобрести. На пасеке, в защищенном от ветра в солнечном месте, нужно установить поилку для пчел. Это особенно важно, друзья, обратите внимание. Почему это важно, некоторые не устанавливают. Потому что пчелы начинают искать воду. Они летят до соседей, до одного соседа, до другого соседа. Соседи не понимают, что эти пчелы на чужой местности не жалят. Ну, он начинает их бить, давить. Ну, если где бы вас не ужалили, если вы где не пойдете и вас начнут бить и давить, вы, конечно, сдачи дадите. Точно так и пчелы начинают давать сдачи, он начинает жаловаться, звонить во все инстанции, вы наживаете себе врагов. Поэтому, когда вы привезете пчел, обязательно у вас должна стоять поилочка. Пчелы при первом же облете находят эту поилочку и с весны они летают как можно ближе затратить энергию. Поилочке вода должна быть теплая, не холодная, не горячая, но теплая. Иногда ее подогревают разными вариантами, вплоть до того, что ставят керосиновую лампу и она определенный объем воды подогревает. Если это ранняя весна, когда прохладно. Вот. Если лето, ее не надо подогревать, она сама нагревается. Вот. И бывает, что осенью прохладные, ночи бывают, а днем тепло. И тоже можно проконтролировать, какого качества вода. Как тут советуют простейшую поилочку. Для этого нужно бочонок с краном, устанавливают на колочках или ящики на расстоянии полметра от земли. Крану бочонка поставляют наклонно-гладко выстреланную доску перочиным ножом. Сделана зигзообразная канавка. Кран открывают так, чтобы с него капала вода на поставленную дощечку и медленно текла по канавке наклонной доски. То есть это самое простейшее. Вы можете найти поилки более усовершенствованные. Это для тех, кто только начинает. Самое простейшее. Есть люди, которые сделали более усовершенствованные поилки и с насосом с электрическим и на местности. Но это самое простейшее. Можно просто поставить стазик, накидать туда травы и в течение дня, суток эта трава будет сверху и пчелы с этой травки будут брать. Я видел, так делали пчеловоды, которые вывезли свою пасеку, вывозили, кочевая пасека была. Они поставили тазик, привозят ведро с бочком, наливают, травы надергали, накидали, пчелы пьют. На следующий день они эту траву выкидают, еще дергают, следующую ложат травку, потому что если трава долго лежит на воде, она со временем оседает, и вода зацветает. Поэтому на день можно посыпать туда или солому, или травку, чтобы пчелы не топились. Особенно очень удобно при перевозе. Можно и такую сделать. Кран открывают так, чтобы с него капала вода на поставленную дощечку, медленно текла по канавке наклонной доски. На солнце вода нагревается, пчелы охотно берут. Весеннее время пчелы лучше берут слегка подсоленную воду. Поэтому рекомендуется в поилку добавлять поваренной соли из расчета 8 граммов соли на литр воды. Это тоже очень важно. Как я уже сказал, если пчелам не хватает соли, они собирают мочу там, они имеют такой нюх, она летит и там, где прошло животное и, как говорится, помочилось, испражнилось, она сразу туда спускается. Нюх у пчелы в 10 раз лучше, чем у собаки и щейки. Далее читаем. Чтобы знать состояние взятка, один из улей с сильной семьей ставят на обыкновенные десятичные весы. Ну, сейчас и электронные весы употребляют. Это, так сказать, если вы уже разбогатеете и у вас будет возможность или у вас достаток, чтобы купить весы, это для контроля, так сказать. Но, если у вас нет возможности, это не обязательно. Вы можете это осматривать и оценивать состояние приноса меда, когда вы будете осматривать семью и скажете, уже тут пять рамок принесли меда, уже можно качать. А это, чтобы не открывать улей, улей вы ставите самые лучшие на весы. И, что тут написано, улей взвешиваются ежедневно вечером после окончания лета пчел и по разнице веса определяют, есть ли взяток в природе. То есть, если улей весил допустим 50 килограмм и сегодня вечером, а завтра вы взвесили, он весит уже 53 килограмма, значит 53 отнять 50, вы уже знаете, 3 килограмма они принесли. Ну, надо понимать, что 3 килограмма нектара еще они там могут так сказать, но отвентилировать от влаги это лишнее и получится меньше, конечно, меда, но смотрят на количество нектара приноса. Далее читаем. Улей на весах ставят в будку или под навес для лучшей сохранности весов и уля и более точного определения веса в дождливую погоду. То есть, советуют, чтобы это был такой небольшой навесик и улей стоял на подставочке на весах. И это, так сказать, для контроля. Еще интересный вопрос. Какую разводить породу пчел? При организации пасеки следует отдать предпочтение местным пчелам. Такие пчелы хорошо приспособлены к местным условиям климата и взятка. Лучше зимует, меньше подвергается всякого рода заболевания. То есть, какие пчелы более распространены в вашей местности. Бывает, что даже местную породу пчел вытеснила, допустим, итальянская пчела, или бэкфаст, или еще какая, карника, или прикарпатка. Если они вытеснили, и в вашей местности это преобладает, то как бы вы ни старались приобрести местную породу, матки при облете спарятся с другими породами, у вас получится помесь. Поэтому желательно узнать, какая порода в вашей местности распространена более, и такую породу покупать. Некоторые советуют, о, кавказская порода лучше, о, некоторые говорят, бэкфас лучше, некоторые говорят, нет, прикарпатская лучше, некоторые говорят, украинская лучше, а третьи говорят, среднерусская лучше. Итак, друзья, породы вы не знаете, когда вы начинаете, то я поэтому советую брать ту породу, которая в вашей местности более распространена. И здесь тоже самое советуют, потому что если вы возьмете другую породу, то будет первый год, если помеси они дают хороший результат, даже больше, чем местная, но потом они сильно падают, эти помеси и приносят меда очень мало, и поэтому вам придется все больше и больше закупать маток, чтобы сменить породу. Итак, друзья, вот такая небольшая информация для вашей, так сказать, местности, в которой вы хотите развести пасеку. До встречи, подписывайтесь, ставьте лайки, если будут вопросы, задавайте, что-то упустил, можно ответить снизу, я всегда стараюсь отвечать. В конце видео кликните на более подходящие подобные темы, которые возникнут, или нажмите на Павел Би, на мой канал, я постоянно стараюсь выпускать свежие видео на каждую неделю. До встречи, подписывайтесь, удачи вам! субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!» Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!» Субтитры подогнал «Симон»!